Всех с праздником! Сегодня первый день Хануки. У нас очередное занятие нашего курса по ивриту молитв и Торы. Мои поздравления, конечно, с Ханукой. Веселого праздника вам! И в связи с Ханукой я хотел бы немножко разобрать текст, связанный с Ханукой. Чуть попозже. Давайте начнем вот с чего. Начнем с группы наших начинающих. Им я хочу дать сегодня две буквы. Это буква ламед и буква самех. Буква ламед, посмотрите внимательно. Она особая, она ни на что не похожая, ни на какую русскую или латинскую. И какую ивритскую тоже. Обратите внимание, что буква ламед, особенно если ее увеличить. Сейчас я попробую. У меня что-то я не вижу этого. Сейчас я попробую вот так это сделать. Вот буква ламед. Она вылезает выше строки. Слово ламед, изучать, ламдан, ученый, тот, кто много учится, имеет тот же корень, что название этой буквы. Буквы ламед. Поэтому тот, кто больше учится, тот поднимается, тот становится выше, и тот, можно сказать, возвышается над другими. Но не надо, так сказать, мнить себя особо каким-то отличающимся от других. Чем больше человек учится, тем больше ему хочется учиться, тем более ему это дано. На прошлом занятии мы прошли букву ЦАДИ. У нее есть две формы. Значит, я говорил вам, что нет букв заглавных и строчных, вы врите. Но некоторые буквы имеют особую форму, если они стоят последними в слове. Мы с вами познакомились с буквой ХАВ и ХАВ-СОФИТ. Буква П была у нас? Нет, наверное, не было. Ну ладно. Так я вам скажу, что таких софитных форм ровно пять. И все из них, за исключением одной, они длиннее. Ну посмотрите, например, на букву ХАВ и ХАВ-СОФИТ. Вверх там такой же, но у буквы ХАВ линия поворачивает влево, а у буквы ХАВ-СОФИТ она идет вниз. Поэтому, когда наши прадедушки в Хейдере учили буквы, и учили они их на ИДИШе, обучение шло не на иврите и не по-русски, а на ИДИШе, а на маме лошадь, да? Эти буквы длинные, да длинный ХАВ, его называли Лангер-ХАВ, длинный ХАВ, в отличие от обычного ХАВ. Буква ПЕЙ и ПЕЙ-СОФИТ назывались ПЕЙ и Лангер-ПЕЙ. А вот буква САДИ, да, которую иногда называют САДИК, праведник. Мы не называем этого праведника длинным праведником, а мы называем его АГРОЙСЕР-ЦАДИК, большой ЦАДИК, да? Чтобы нам было с кого взять пример. Так вот, буква ЦАДИ или ЦАДИК, ГРОЙСЕР-ЦАДИК, она уходит вниз, потому что это СУФИТ, а буква ЛАМЕД наоборот уходит вверх. Что нам надо знать про букву ЛАМЕД? Мы уже знаем, что она звучит как Л. слова, в которых есть буква ЛАМЕД и даже вот номер нашего ПРК, нашей головы, которую мы взяли из недельной головы, читавшейся вчера в субботу в синагогах, да? Эти слова я выделил желтым, да? Вот буква ЛАМЕД, вот буква ЛАМЕД, вот буква ЛАМЕД и так далее. Так, вот буква ЛАМЕД в начале. Так, хорошо. Значит, про букву ЛАМЕД, пожалуй, хватит. Теперь вот эта буква называется, она САМЕХ. САМЕХ звучит, сами понимаете, С. Ну, здесь она немножко ближе к треугольнику. В некоторых шрифтах это просто кружочек, да? Не путайте ее, пожалуйста, с русской или латинской гласной, потому что относительно гласных мы уже говорили, это не буквы, а гласные звуки передаются огласовками. А это буква САМЕХ, которая звучит как С. Как ни странно, слово САМЕХ, веселый, радостный, СИМХА, радость, пишется не с буквой САМЕХ, да, а с другой буквы, которая звучит С, которая передает звук С. Но есть слово СОМЕХ, СОМЕХ, это значит поддерживать. Те, кто у меня в группе БЭТ, уже знают буквы и знают немножко грамматику, знают они такое выражение, как СМЕХУТ. СМЕХУТ – это соединение двух существительных в единое сочетание. Что такое СМЕХУТ? Это опора, когда одно слово опирается на другое слово. Хорошо. Вот мы разобрали эти буквы. Вот вам отрывок из нашей недельной главы, в котором эти слова с этими буквами выделены. И что с этим делать дальше, я уже неоднократно объяснял. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим текст. Так, 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 так. Сейчас, одну минуточку. Ну, я не это хотел вам показать. И не это я хотел вам показать. Хотел я вам показать вот это. Да. Праздник Ханука. Есть специальная песенка, точнее, это называется «Пьют». Это стихотворная молитва, которая известна всем, как правило, ее поют по зажигании ханукальных свечей. Называется она «Маоз цур». «Маоз цур» – это «Пьют». «Пьют» – такие стихотворные произведения. Их много очень сочиняли в средние века. Часть из них сохранилась в наших молитвенниках. Другие были использованы в молитвах, но потом были оттуда удалены. Есть такие, которые входят в молитвенники отдельных общин. Но вот «Маоз цур» – он сохранился именно как песня Хануки. Я в файле, который у нас стоит, дал вам несколько ссылок. Давайте я их повторю на чате. Можете в свободное время их посмотреть. Так, не понимаю, где я могу выйти на чат. Вот так, наверное, так, чат. Понятно, понятно. Анна, я рад, что вы с нами. Я надеюсь, что вы нас слышите. Так, ввожу сейчас. Вот несколько ссылок по песенке «Маоз цур». Вот, и еще по этой песенке я дам вам несколько новых слов. Не все слова, да, но некоторые из них, так, которые нам понадобятся. Вот, и на всякий случай сам текст я вам тоже сейчас ставлю на чат. И будем разбирать этот текст. Ну, кроме того, мы с вами разберем еще интересную тему, опять же, на материале нашей недельной главы. Значит, что я вам начал рассказывать про пиут. Пиут – это произведение, во-первых, стихотворное. И уже поэтому язык тут поэтический, он может быть сложнее, даже, чем язык Торы, менее нам понятен. А, во-вторых, пиутим, как правило, опирается на множество аналогий, ализий и так далее, которые были понятны современникам, жившим в ту же эпоху примерно в тех же местах, в тех же местностях, но могут быть непонятны нам. То есть, можно сказать, что в пиутах очень широко использован эзопов язык, иносказательный. Тем не менее, мы постараемся с вами вот этот первый куплет этой песенки разобрать. Итак, «Маоз, Цур и Шуати». В ссылках, которые я вам послал, есть и текст, и транслитерация для тех, кто пока не читает на иврите. И перевод, и комментарии. Весьма интересные комментарии. Вот. И, кроме того, два исполнения я вам оставил. Одно, значит, это «Папури». Там начинается с песенки «Мао Ссур». Правда, там звучит только первый куплет, который мы сегодня и будем разбирать, на самую традиционную мелодию, самую часто встречающуюся. А во втором месте мелодия немножечко другая, зато удобна тем, что параллельно с тем, что мы слышим, мы видим появление текста на экране. То есть, практически происходит караоке. И это очень удобно для изучения языка, для практики чтения, для тренировки навыков чтения огласованного текста. Итак, «Ма Оз» – это означает «Оплот». Слово «Оз» без «Мэм» – это «Сила». Дальше. «Цур» – это «Скала». «Оплот» – «Скала». «Ешуати» – слово «Ешуа» означает «Спасение». «Еушуа» – «Бин Нун» – «Преемник Моисея». Его имя – «Еушуа». Вначале он назывался «Гошеа», но Моисей Моше изменил его имя на «Еушуа», что означает «Всевышний спасет». «Ешуа» – «Ти» – это «Мое спасение». Итак, «Оплот» – «Скала Моего спасения». Это мы обращаемся к кому? Конечно, ко Всевышнему. «Леха» – «Наэ» – «Лешабеях». «Леха» – это «К Тебе». «Наэ» – «Приятно», «Красиво». «Лешабеях» – от слова «Шевах». «Шевах» означает «Слава». «Лешабеях» – «Прославлять». «Тебя приятно восхвалять», «Прославлять». Ну, здесь текст такой «Ехон бейтфилати». В других текстах я видел «Тикон бейтфилати». Так, что такое «Ехон тахин»? Это значит «устанавливать». Я посмотрел значение по словарю, который я вам рекомендую. Словарь называется «Ирис». Его можно найти в интернете. Но поскольку текст достаточно древний, то здесь использовано это слово в несколько устаревшем значении. Итак, «Я» – «Он» – это «Он установит». «Тикон» – это «Ты установи». «Ты установишь». «Бейт» – «Дом тфилати». Что такое «тфила» – «молитва»? «Филати» – «Моей молитвы». Имеется в виду, конечно, восстановление храма. «Вешам туда незабеях». Если не знать, в каком значении эти слова использованы, то получается, в общем, набор слов. «Шам» – это «там», «туда» – мы знаем, «туда раба», что это «спасибо». «Незабеях» – это «убить», «зарезать». Но смысл здесь вот такой. «Незабеях» – это «мы будем зарезать», «мы будем резать» – имеется в виду, «приносить жертвы». А слово «туда» – это существительное, которое переводится как «жертва благодарности». Есть множество, есть несколько видов жертвоприношений, в том числе тот, который называется «туда». «Жертвоприношения благодарственные». Его приносит человек, который просто хочет вознести благодарность Всевышнему. Как оно устроено, из чего оно приносится и так далее. Это все об этом мы читаем в «Акторе». А здесь мы можем понять вот что. И там, то есть в восстановленном храме, мы принесем жертву благодарности. «Леэт тахин мизбеях» – ми цар амнабеях. Слово «эт» означает «время». «Леэт» – это «ко времени». «Тахин» – «тахин» – «установки». Вот это слово и вот это слово. Как мы видим, одно коренные. «Матбеях» – мы знаем слово «митбах». Кухня, да? «Матбеях» – это… Сейчас давайте я посмотрю, какое я выписал здесь значение. Так, наверное, не выписал я. «Тахин» – «митбеях». Ну, очевидно, это тоже имеется в виду «тевах», «тевах», «тевах». Как это сказать по-русски? Это место, где зарезаются жертвы, да? «Ми цар амнабеях». Слово «цар», наверное, знакомый всем. «Царот» – «горести», «трубности», да? «Наидиша цорес», «мое несчастье», да? «От цар» имеется в виду, «от врага», «хаменабеях». Словарь дает слово «лаять», да? Имеется в виду «враг, который проклинает». Кто это имеется в виду, мы знаем, что песня связана с «ханукой». Аз, эгмор, бешир, мизмор, ханукат, амизбеях. Аз тогда. Эгмор, корень, гиммел, мемрейш. Я закончу. Бешир в пении, в песне «мизмор» и в воспевании, да? Зэмер. «Ханукат амизбеях». Слово «ханука» буквально означает «обновление». «Ханукат амизбеях» – это «новоселье». «Ханукат амизбеях» – это «обновление жертвенника», это «главное значение праздника», а не «победа над врагами», да? А именно, что храм был очищен от скверны, да? И был «обновлен», то есть «обновление мизбеях» – это «жертвенник». «Обновление жертвенника» мы и празднуем. «Главное» – это значение праздника «хануки». Ну, я вам объяснил слова, но, конечно, не дали себе готового перевода. В лучшем случае перевод только отдельных слов, перевод дословный. А перевод всей песни вы можете посмотреть по ссылкам. Ссылкам, которые я вам поставил в чат и в нашу группу в Телеграм. Так, я посмотрю, не написали ли мне что-нибудь в чате. Да, в общем-то, нет. Да, хорошо. А теперь мы занимаемся, мы продолжаем заниматься разбором грамматики на базе, на основе текста Торы. И давайте посмотрим первый параграф, точнее, начало первого параграфа, недельной главы, которую мы читали вчера. Глава называется «Ваешев». «Ваешев» – это означает «и сидел», «и у», «и обосновался», буквально так. «Яшав» – это, значит, есть два слова «проживать». «Ла гор» – это «прийти, проживать временно», имея в виду, что потом отсюда я вернусь в свой дом. А «яшав», «яшев» – это, значит, обосноваться и быть здесь постоянным жителем. Итак, наша тема сегодня – существительные и что с ними бывает. Что такое существительные? Как и в русском языке, существительные – это слово, отвечающее на вопрос «кто что» и обозначающее предмет или явление. Теперь мы говорили на прошлом уроке, немножечко я повторюсь. Существительные относятся к мужскому роду или женскому роду, среднего рода – нет. И говорил я вам, что нет категории одушевленности. Да, категории одушевленности нет, но иногда может пригодиться категория существительные, имена собственные, имена нарицательные. Что такое собственные имена? Это имена людей, фамилии, клички животных, названия географических мест. Почему нам надо их выделять? Я подумал по двум причинам. Первая причина – это то, что, например, географические названия имеют фиксированный род. Например, все города, правда, есть, может быть, одно исключение. Все города называются женским родом. Даже если форма самого слова, название города, совсем другая. Например, что такое Ярушалаим? Аим – это окончание двойственного числа. Но, ну, как, например, Михнасаим, Мишкафаим, Офанаим, так? Но Ярушалаим и еще есть город Гиватаем, две вершины, да? Как все города, само слово идет в женском роде. Мы говорим Ярушалаим Яфа Ве Атика. Красивая и древняя, потому что ярушала женского рода и единственного числа, да? Такое бывает с именами собственными. И второе, значит, именно существительные в мужском роде изредка, очень редко имеют окончание Э, и, как правило, окончания не имеют. Так что, если имеется окончание, заканчивающееся на букву ТАВ или на КАМАЦ ЭЙ, то это признак женского рода. Но это справедливо в отношении существительных, нарицательных. А вот, например, имена собственные, даже мужские имена, иногда имеют форму женского рода. Например, пророк Йона. Что такое Йона? Это птичка-голубка. Слово Йона женского рода, а имя Йона мужского рода. Есть имя Нога. Слово Нога называется планета Венера. Имя Нога может быть у мужчины, а может быть и у женщины. Есть мужчины с именем Нога, а есть женщины. Представьте себе так. Хотя, вроде, по окончанию это должно быть имя женское. Тем не менее, это не так. Имя Офра в Танахе принадлежит мужчине. В настоящее время используется у женщин. Так что, если имя собственное имеет окончание женского рода, это не значит, что речь идет о женщине. А вот с нарицательными это не так. Как правило, подчеркиваю, как правило, множественное число для существительных мужского рода образуется с помощью суффикса им, а женского рода с помощью суффикса от. Но это не везде так. Пример, может быть, мы увидим. И что еще есть особенного? Две вещи особенные есть у существительных. Это смехут, о котором мы говорили. Когда два существительных соединяются, то первое меняет форму. Например, мишпахат дорон. Семья дорон. Не мишпаха, а мишпахат. Чтобы показать, что это не просто слово «семья» и не просто фамилия, а речь идет о семье вот этих людей. Семья доронов, семья людей по фамилии дорон. Так. А и еще своя специфика есть. Это местоименные суффиксы. Об этих местоименных суффиксах мы сегодня еще немножко поговорим. Так, проверю чат. Нет, вроде все нормально, да? Так, хорошо. И обосновался Яков в земле, в стране. Слово «эрец» – это тоже существительное, но я его не выделил. «Мегурэй» – это проживание, глагол «гур» – проживать. «Авив» – вот, хорошее слово. Слово «ав» – известное нам. Это «отец». «Авив» – это «отец его». Обычно с помощью, вот, значит, обычно «его» образуется с помощью суффикса «о». Например, мы увидим, наверное, здесь какой-нибудь пример. Нужно зря искать. «Шломо» – его мир. Да? Или «лохмо» – его хлеб. «Дамо» – вот оно, пожалуйста. «Дам» – это кровь. «Дамо» – это кровь его, как «дам», «шело». «Каспо» – его деньги. А вот от слова «ав» – его отец, это будет «авив». Кстати говоря, есть другое слово «авив». Например, «тель авив» – оно и пишется, иначе означает оно «весна». «Беэрец кнаан» – в земле «ханаан». «Эла толдот яаков». Вот порождение буквально «яакова». «Толдот» – порождение. «Толедет» – «толеда» – это то, что порождено. Этот термин используется в «аллахе» есть. «Авот милаха» и «толадот милаха». Вот порождение «яакова» – «йосеф», «бен шва эсре шана», «сын 17 лет», то есть возрастом 17 лет, и умыл. Обратите внимание, что слово «шана» – «год» здесь стоит в единственном числе, хотя «шва эсре шаним» должно быть, но так принято. Например, «арба им шекель» иногда говорят. «Сорок шекель», а не «сорок шекелей». Это допустимо. «Ая ароэ» – «о», вот здесь посмотрим внимательно. Слово «ароэ» – это может быть и существительный пастух, и глагол «пасет». В «торе» он может писаться точно так же. Но поскольку здесь есть уже глагол «был», то мы переводим это существительным. «Был пастух», «был пастухом». «Эт» – «эхав», вот это слово тоже разберем. «Ах» – это брат. «Эхав» – братья его. «Ах» – «эхав». Дальше. «Ба» – «цон». Слово «цон» – это овцы, мелкий, рогатый скот, овцы и козы. Точнее, да. Слово «цон» не имеет множественного числа. «Горбецон» – много мелкого, рогатого скота. Интересно, что в английском языке это уже слово «щип» в значении «овца» не имеет множественного числа. Очевидно, хебраизм. Так. Если мы будем дословно переводить эту фразу, то получится. «Йосеф, 17 лет, был пастухом братьев своих в мелком рогатом скоте». Не написано, что он пас овец, а написано, что пас он братьев. Что это означает? Разбирайтесь сами по комментариям. «Вегун наар» – слово «наар». Да? Есть существительное «наар» – это юноша. И есть глагол «наар» – «ле наэр» – это значит «взбалтывать». Перед употреблением взбалтать. Почему, как эти слова связаны, я могу только догадываться. Наблюдая сегодняшнюю молодежь. Но в данном случае «вегун наар» – тут вообще не очень понятно. Это можно перевести «и» как глагол. «И он был юношей» или «он вел себя как юноша». «С бней билга у бней зилпа». «Вэн бней зилпа». Так. Хотя можно перевести иначе. Так. Ну, я использую здесь перевод как глагол. Быть юношей, вести себя как юношей. То есть он играл, он общался больше с сыновьями билги и сыновьями зилпы. «Нышей авив» – что значит «нышей». Это смехут, да? Это первое слово, а это второе слово. «Нышей» – это изменение слова «нашим». «Нашим» – это множественное число, слово «иша». В данном случае «иша» означает не женщина, а означает жена. «Нышей авив» – это жены отца его. Вот слово «авив» как и здесь означает «отец его». «Нышей авив» – жены отца его. Еще раз напомню вам. «Анашим» – это мужчины от слова «иш», а «нашим» – это женщины от слова «иша». Здесь нестандартное образование множественного числа. Мы видели, что такое бывает именно в названиях родственных отношений. «Ва явэ» и доставлял Йосеф от «ди-ба-там». Слово «ди-ба» с «эй» на конце означает «дурные слухи», плохую порочащую информацию, да? «Ди-ба-там» имеет местоименный суффикс, показывающий на «их». Ну, давайте я пару слов скажу. Что такое местоименный суффикс? Когда он прибавляется к существительному, да? Он указывает на связь этого предмета с неким субъектом, который назван местоимением. А что это может быть за связь? Чаще всего это принадлежность. Например, «шульхан» – это просто стол. «Шульхан шли» – мой стол. Можно сказать это одним словом. «Шульхани». К слову «шульхан» мы добавляем суффикс «и». Суффикс «и», как и в слове «они», тот же самый «иун», да? Указывает на что? На местоимение первого лица, единственного числа, как мужского рода, так и женского рода. «Ани» – это я, «шульхани» – мой стол. «Бени» – это «бен шели», «бити» – это «бат шели», да? А, как правило, это «мой», принадлежащий мне. Но не всегда это так. Например, «мой начальник». Я же не могу сказать, что это начальник, принадлежащий мне. Скорее наоборот. Или «мой отец» – это не значит, что отец, который мне принадлежит. Это отец в отношении меня. Какое это отношение? Чаще всего в отношении принадлежности, но не всегда. Мы можем так понимать. Те же самые местоименные суффиксы используются со служебными словами. Например, «ли» – это «мне». Почему? Потому что «шели» – это «мой», «ави» – это «мой отец», а «шульхани» – это «мой стол». От слова «они» – это «я». «Ли» – ко мне. «Оти» – это «меня». «Ити» – это «со мной». И так далее. Так вот, «дибатам» – это «диба шелагем». Это «дурные слухи о них». Теперь «араа» – тоже значит «плохой». Это прилагательное. «Эль-ави-хем» – что такое «ави-хем»? «Ави» – «ав» – это «отец». «Ави-хем» – «отец их». «Ве-Исраэль» – в данном случае «Исраэль» – это имя собственное. Имеется в виду «человек по имени Исраэль», то есть «яков». «Агав» – это «юсеф», «любил» «юсефа», «миколь» из всех «банав». Вот это слово «банав» – ничто иное, как слово «бен» – «сын». Теперь, что означает вот этот суффикс? «Ав» – то есть последняя буква слова, самого, собственно, слова, да, слово «бен» – имеет огласовку. «Камац» – дальше идет буква «юд», которая не читается, и буква «вав», которая читается «в». Мы читаем не «банаев», а «банав». Вот этот местоименный суффикс, он, во-первых, ставит слово «бен» во множественное число, то есть не «сын», а «сыновья», а, во-вторых, показывает на «нево», то есть «его сыновья». «Бно» – это один сын его, а «банав» – это много сыновей его. «Ки бен закуним гу», потому что «бен» – это сын, а «закуним» – тут мы видим корень «закан», «закен» – старость, да, а «закуним» – это слово, которое и словарь показывает, как не имеющее единственного числа, да, «закуним» – это старость, а «бен закуним», то есть это слово «закуним», как правило, не используется вне этого выражения, «бен закуним» – сын, родившийся у пожилых родителей, «бен закуним». Ну, есть такое слово на идише «мизинкер», младшенький, так, «бен закуним» – сын старости, так, «гум» – он, «ло», «ему» у него. Что такое «ло»? Это «ле», то есть предлог, показывающий на кого-то, и «о» – это мы указываем на кого именно он показывает, на третье лицо, единственное число мужского рода «он». «Он» – сын старости для него, или ему, или к нему, так, это несуществительное, но местоименный суффикс используется тот же, что и для существительного. «Веаса ло» и сделал ему «ктонет» – пасим. «Ктонет», «катонет», «кутонет» – это рубашка, «пас» – это буквально означает «линия, полоска». «Ктонет пасим» иногда переводят как «рубашка цветная, рубашка полосатая, рубашка раскрашенная». Но тут объяснение такое, что в те времена ткань была сама по себе очень дорогая, но, кроме того, дорого стоило еще ее красить. А тем более красить разные части одежды в разный цвет, а потом их вместе сшивать. То есть это была одежда аристократическая «ктонет» – пасим. Хотя есть объяснение, что здесь это означает одежда тонкорумная, то есть из очень дорогой ткани. «Ва иру Ахав» – «эхав» – «извините» – «эхав» – «братья его». «Ки ото» – «его» – «агав авием» – «авием» – «отец их» – «миколь» – «эхав» – «из цех братьев» «Ва иисне ум» – «отто» и «возненавидели его» – «вело» – «яхалу» и «немогли» – «добро» – «ле шалом» – «говорить с ним» – «к миру», то есть буквально «мирно». Хоть слово «мирно» – это наречие, но здесь использовано слово «шалом» – существительное «мир», а «ле шалом» – это «к миру». А вот это слово я выделил зеленым, потому что это глагол. «Ва я халом» – «йосеф халом». А вот существительное с тем же значением, что такое халом – это или мечта, или сон. В данном случае – сон. Как мы говорим по-русски? «Я видел сон» или «мне приснилось». На иврите говорят «халамти халом» – «я видел во сне», «я видел сон». Если бы такое слово было в русском языке, оно бы звучало «я снил сон». «Мне снился сон» – значит, я что делал? Я его, этот сон, снил. Но по-русски так не говоря. «И видел я сон» – «ва я гейт лэ эхави» – рассказал братьям. «Ва йосифу од сонно ото» – «и добавили еще ненавидеть его». «Ва йомер алейхем и сказал им» – «шим у на халом хазэ» – «слушайте, пожалуйста, сон этот». «Ашер халамти» – снова глагол от того же корня. «Ашер халамти», который я снил, который я видел. «Видел» – имеется в виду сон. «Ва йене анахну ма алимим алу мим». Слово «алумим» означает «снопы», «алума». А «ма алимим» – это «снопим». Что делают со снопом? Его собирают. Как собирают сноп? Складывают колосья в охапку, потом обвязывают их, и получается сноп. То есть большое количество, такая охапка, большая, вертикальность стоящих колосьев. Вот это и называется сноп. В иврите очень легко образовать глагол от существительного или, наоборот, существительное от глагола. В иврите не говорят «сделайте кирпич», говорят «скирпичите кирпич». И совершенно не считается странным повторение слова, повторение корня в этом выражении. По-русски считается некрасивым и безграмотным сказать «спросить вопрос», как надо говорить. «Я хочу тебя спросить» или «я хочу задать вопрос». Спросить вопрос, говорить безграмотно. А на иврите так и говорят «шо-эль ша-эйла» спрашивает вопрос. Меня очень раздражало выражение «ла-алот-ле-мала» подняться вверх, или «ла-редет-ле-мата» спуститься вниз. Тем не менее, так на иврите говорят. Приходится с этим смириться. «Ма-алимим алумим» – мы снопим снопим. «Бе-тох-га-саде» – саде – это поле. «Я выделил его для того, чтобы показать вам окончание мужского рода». Вот оно «э». «Сэ-гол» и буква «эй». «Вейны кама-алума-ти» – это «мой сноп». Откуда здесь берется «тав»? «И» – это «мой». А «тав» вместо «гей». Если слово в женском роде и имеет окончание камаз «гей», а «лума» – «гей» на конце, то для образования, для того, чтобы приделать местоименный суффикс, «гей» заменяется на «тав». Например, «море» – «учитель», «мора» – «учительница». «Мой учитель» – «мори» – «как сказать моя учительница». В слове «мора» мы «гей» заменяем на «тав» получается «морат». И теперь мы добавляем и получается «морати» – «моя учительница». «Алумати» – это «мой сноп». «Вегам» не «цава» и установилось «вегине» и «вот». «Тесубена» – «а-лу-мо-те-хэм». Окружили ее «алумот» – «снопы», «хэм» – «ваши» – это суффикс. Второго лица множественного числа в мужском роде – «ваши» снопы, причем приделанного к существительному женскому роду, поэтому здесь еще и «тав». «Ва-тишта-хавэна» – «и поклонились» – «ла-алумати» – «моему снопу» – «ва-йомру-ло» – «и сказали ему» – «эхаб брать его» – «ха-млох-тимлох-алейну» – «мы знаем слово «мелех». Существительное – «царь-король». Но здесь использованы глаголы «ха-малох» – «будешь царствовать тимлох-алейну» – «два раза использован корень, чтобы показать усиление». «Им-ма-шоль-тим-шоль-бану» – «снова использовано дважды». Слово «мошель» означает «властвовать». «Будешь ты царствовать над нами», «будешь ты властвовать над нами». «Ва-йосифу-од» – «сыно-ото» – «и добавили еще ненавидеть его». «Аль-халомотав». Мы видим слово «халом» мужского рода, но множественное число «халомот». «Халомот» на «идишь» звучит как «халоймес». «Халомотав» – это «сны его». «Сны его» или «мечты его» в данном случае – «сны». Так, минутку, я снова проверю чат. Что-то у меня появилось в чате. Ага, вопрос. «Если к слову во множественном числе присоединится слитное местоимение его книги и слова и так далее, как будет это слово выглядеть?» «Окончание множественного числа отбрасывается». Ага, понятно. То есть слово стоит во множественном числе. Хороший вопрос, замечательный вопрос. Анна, сейчас я попробую вам ответить. Вот, например, слово «халом», а множественное число «халомот». «Халомотав» мы приделываем суффикс «его» к слову «халомот», которое уже стоит во множественном числе. Тем не менее, суффикс «сам» – это «ав», а не «о», который характерен для многих предметов. Например, «моров» – это «его» учителя, а «моро» – это «его» учитель. «Халомот» – «халомотав». «Ав» – это множественное число самих предметов. Ну, давайте посмотрим на примере. Ну, какое мы слово возьмем? Возьмем слово «море» – учитель. «Море» – мой учитель, «мори» – учителя. «Морим» – множественное число образуется с помощью суффикса «им», характерного для мужского рода «морим». Так, а как сказать «мои» учителя? Множественное число «им» заменяется на суффикс «ай» – «морай» – «мои» учителя. Так, теперь, как сказать «твои» учителя? «Морейха» – «мо-ре-и-ха». Мы не произносим этот ют, хотя он пишется «море-и-ха» – читается как «морейха». Хотя, так читается и слово «твой учитель» – «море». И «морейха» и «морейха» практически одинаково произносятся, хотя это, в общем-то, неудобно немножко. Различить это можно только на письме теперь в женском роде. «Мораих» и «морех». «Морех» – это «твой учитель» при обращении к женщине. «Мораих» – это «твои» учителя. И так далее. То есть, окончание суффикс множественного числа «им» он или сохраняется, или меняется на «ай». А в женском роде – от. Сохраняется этот суффикс. «Учительницы» – «морот». «Моротай» – это «мои» учительницы. «Моротайх» – это «твои» учительницы при обращении к женщине. «Моротейха» – это «твои» учительницы при обращении к мужчине. «Моротав» – это « visited my», и так далее. То есть, суффикс «от» сохраняется во всех формах. Я надеюсь, что я ответил. Хорошо. «Вэаль-дварав» – вот здесь это буква «юд», которая не произносится, показывает, что слово «двар» стоит во множественном числе. То есть, не «двар», а «дварим». Что такое «дварав»? Это «дварим шело» – слова его. Посмотрим дальше. «Гинэй халамти» – вот я видел во сне, вот я снил. Такого слова нет – халом. «Вот я видел сон» – так говорят по-русски. А на иврите получается «вот я снил сон». Так, «от» – еще. «Вэй и не» – так. Сейчас я просто… Еще вопрос. Да и нет. «Кэн» и «ло». Почему же? Вполне были. Второе встречается. «Ло» встречается и как отрицание, и как ответ, и как нет, и как не. «Кэн» встречается реже, но все-таки это есть. Есть, если определенно есть. Но есть еще арамейские термины, они встречаются скорее уже в Мишне. Хорошо. Дальше халамтихалом. «Вэй иней га шэмэш вэ га яреях» – шэмэш – это солнце, яреях – это луна. «Вахатаса кохавин» – 11 звезд, кохав – звезда. Звезда, извините. Интересно, что имя кохава – женского рода, но слово кохав – мужского рода. Теперь, почему я выделил слово «шэмэш»? Это одно из тех слов, которое может использоваться и в мужском роде, и в женском роде. Иногда говорят «шэмэш» – зорахат, сияет солнышко. Иногда «шэмэш» – хам, солнце жаркий. Со словом «яреях» происходит то же самое в современном иврите. Есть тенденция, что те слова, которые использовались раньше и в мужском роде, и в женском роде, сейчас они используются в женском роде. Почему же здесь у нас идет «миштахавим» – поклоняется во множественном числе? Потому что слово «кохавим» – мужского рода. Когда речь идет о мужчинах и женщинах, мы используем мужской род. Вот такой шовенизм. Дальше. Вот есть замечательный пример слова «арца». Мы догадались, что это слово «эрец», «арец» – что такое «эрец» – земля. А «арца» – это то же самое, что «ла-арец». Говорят «матай алита арца», когда ты поднялся в землю. Буквально имеется в виду, конечно, земля Израиля. Но здесь «арца» – то же самое, что «ла-арец». К земле, да? Легишта арца. Поклониться тебе до земли. То есть к земле. «Арец» – это существительное, а «арца» – это наречие. Так? Ну, слово «авим» мы уже разбирали. «Шамар» – это «адавар». «Давар» – единственное число, а «варим» – множественное число. Слово «цон» – я вам говорил, что оно не имеет множественного числа. «Цон» – авием. Вот эти два существительных объединяются в смехут. «Цон» – авием – это овцы отца их. «Авием» – это их отец. «Ба-би-шхэм» – это название города, да. «А-хэйха» – что это? «Ах» – это брат. «А-хэйха» – это братья твои. Твои братья. А как будет твой брат? «А-хэйха». Вот здесь буква «Юд». Если бы не было огласовок, мы могли бы подумать, что это хирик, ахиха. Но мы знаем и по смыслу, и по традиции, что здесь стоит слово «ах» во множественном числе «ахим» – «ахэй». Теперь слово «ро-им», которое может быть и существительным, пастухи, а может быть и глаголом. Так вот здесь это глагол. «Ро-им-пасут би-шхэм» в шхеме. Так. Теперь. «Р-э» – это шлом ахэйха. «Шлом ахэйха» – это здоровье или мир, или дела братьев твоих. Именно потому что слово «шалом» стоит в смехуте, оно имеет форму «шлом». Оно несколько укорочено, первая буква места. В голосовке «а» камаз имеет огласовку «шва-на». Вот оно. Две точки вертикально. «Шлом ахэйха» – это дела, мир, братьев твоих. Их. Так. Ага. Так, хорошо. «Вээт» – шлом ахэйхон. То есть здоровье, состояние, дела овечьего стада. Тоже шлом. Дальше. «Мээмэк хэброн». «Аймэк» – это долина. Слово «амок», «амок» – глубокий. Так. «Ва имца эйго иш». Вот слово «иш» – это человек, в единственном числе, а во множественном мы знаем. «Анашим». Вот здесь. «Эт Ахай Анухи Наракеш». «Ахай» – это братья мои. Мы видели несколько форм. Слово «брат». «Ах» – «Ахи». «Ахим» – «Ахим» не было. «Ахэха» – «эхаву». Все это слово «ах», которое может стоять в единственном числе. Но здесь оно стоит во множественном числе. «Ахим». И еще одно наречие, образованное в данном случае от названия города, от имени собственного. «Дотан». Вот оно, город Дотан. А вот «дотана» – это «вдотан». Окончание вот этого «эй» в данном случае означает «неженский род». Оно как бы замена «ле» в начале. Единственное слово, которое сейчас используется абсолютно всем – «габайта». «В дом», то есть «домой». Мы не говорим «лабаит», а мы говорим «габайта» в «домой». Так. «Бааль хахалумот». «Хозяин снов», «сновидец». Слово «бааль» здесь стоит в смехути, но оно не изменяется. Как «бааль» – просто «хозяин». «Ми хабааль» – кто «хозяин». Так и «баль хабаит», «хозяин дома», «балабаит», «балабос». И «баль хахалумот». Дальше. Слово «борот». Мы могли бы подумать, что это множественное число женского рода. Слово «бор» – «яма» мужского рода. Но «борот» – множественное число образовано суффиксом «от», а не суффиксом «им». Интересно, что слово «бер» используется иногда и в женском роде. Хорошо, дальше. «Ми ядам». Яд – это «рука». Ядам – это «рука их». Ядам – это «рука их». А, как сказать, «руки их»? Ядэй гэм – от «ядаем». Ми ядам – от «руки их». Слово «нефеш» – душа. Слово «нефеш» женского рода. Ядам – «дам» – «кровь». Опять слово «бор» – «яма». Ба – «мидбар». Мидбар – это «пустыня». А вот слово «яд» – «рука». И руку не прострите на него. То есть не протяните к нему руку. Имеется в виду, не наложите руку на него. Не нанесите ему урона. Так, дальше. Ку-тан-то. Это то слово, которое мы разобряли чуть раньше. Ктонет асим. Рубаха полосатая. Ку-тан-то – это рубаха чья? Его. Ктонет шело. Так. Ктонет. Вот оно слово. Так. Вая вщиту – это юсеф. Эт кутан-то – это ктонет асим. И сняли с юсефа, раздели буквально юсефа, сняли с него, его рубаху, рубаху полосатую. Ну, согласно тому пониманию, которое я вам объяснил вначале. Так. Габора. Берется слово бор. Да. И образуется наречие. В колодец. Так. Габорек эйн в маим. Слово маим, означающее вода, всегда стоит в форме множественного числа. Не имеет единственного числа. Поэтому, например, воды моря, не вода морская, а воды моря, мэй-га-ям. Что такое эй? Это замена им, да? Замена суффикса множественного числа. Мэй-га-ям, а мои воды, или моя вода, мэй-яй, а твоя вода, мэй-ма-ейха. Ну, я не слышал, чтобы использовали такие слова. Лээхоль лэхэм. Лэхэм, хлеб. Ва-и-с-у-эй-ней-хэм. Что такое эй-ней-хэм? От слова айн. Айн глаз. Эй-ней, как эй-на-им, глаза. Эй-ней-хэм, глаза их. И подняли глаза их. Ва-и-ру, вэй-ней, ор-хат. Вот это слово стоит в смехуте. Ор-хат-иш-мэй-лим. Это караван-ис-мэйль-тян. Ишмаэлитов. Ба-а. Почему ба-а в женском роде? Потому что ор-хат, да? Мы видим по букве тав, которая заменяет букву эй, да? Что слово вот это стоит в женском роде. Поэтому и глагол ба-а подходит. У-г-мал-эй-эм. От слова гамаль. Гамаль – это верблюды. Гамал-эй верблюды. Эм – их. И верблюды их. Но с им несут неход у цари во лот. Ну, я посмотрел просто по переводу. Торы, по переводу, извините. По переводу в недельной главе. Имеется в виду, вот оно, благовоние и бальзам и лот. Что такое лот? Это какое-то растительное вещество, применявшееся в ароматических целях. И еще одно интересное слово нам предстоит. Ну, давайте посмотрим. Мицра и ма. Слово Мицра и ма в Египет. Так. Ма-беца. Беца – это выгода. Отсюда слово мивца. Мивца – это вообще-то мероприятие, но обычно так называют скидку. Вообще-то скидка ганаха, но в торговых сетях пишут слово мивца. Сегодня мероприятие снижены цены на, допустим, колбасу. Ма-беца. Какова выгода? Каков прок? Каков толк? Кин-нагарок эт-ахейну. Если мы убьем нашего брата. Извините, не ахейну, конечно, а ахину. Что такое ахину? Это наш брат в единственном числе. Ахейну – это наши братья во множественном числе. Здесь число единственное. Ахину. Ве-хи-сину – это даммо. Даммо – это дамшело кровь его. Так. Ла-ишмейлим. К. Из-ишмейльцяна. Да. Ве-ядейну – и наша рука. Не наши руки, а наша рука. Ну, образно говоря. Дальше. Бе-сарейну. Басар. В данном случае не означение мяса, а значение плод. Ки-ахину-басарейну. Потому что наш брат – наша плоть. Гу-он. Так. Анашим – это множественное число. От слова иш – люди. Медьяним. В данном случае медьянцы. Люди из медьяны. Люди медьянитяне. Сохарим. Купцы. Еще одно слово я хотел вам показать, но сегодня мы уже заканчиваем. Сейчас одно интересное слово. Все-таки я вам собираюсь показать. Слово. Где же оно у меня? Слово «мотнаим» – чресло. Оно тоже стоит исключительно во множественном числе. Как видим в словаре. Мотнаим. Так. Нет. Есть форма единственного числа. Мотен. Мотен. Ха-ла-ца-им. Чресло. Так. Хорошо. На сегодня мы заканчиваем. Мы увидели с вами использование существительных. Существительных – есть форма единственного и множественного числа. И местоименные суффиксы. И форма смехута. Вот то, что мы собирались разобрать и разобрали. Еще раз с праздником. Ну, с Божьей помощью, через неделю это будет последняя свеча Хануки. Восьмая свеча. Я надеюсь, что у нас занятие состоится. Натан? Да. Возможно, да? Да. Если вдруг что-то сорвется, или у меня, я попрошу извинения и предупрежу, или, Натан, соответственно, тоже. Если нет, то рассчитываем на занятие через неделю. Спасибо. Так. Ага. Окей. Так, так, так. Слово «бор» – это действительно колодец или цистерна, имеется в виду и то, и другое. Оба значения верны. Если вы напомните мне в начале следующего урока, я объясню, почему цистерна и колодец – это одно и то же. Не просто одно слово, одно понятие. Чуть попозже я вам готов это объяснить, но не сегодня. Мы заканчиваем. Веселого праздника вам, Ханука Самаях. Окей.